всем привет привет вы на канале вот гсн и в сегодняшнем видео мы подведем с вами итоги маленького эксперимента м который я провел у себя на канале ради интереса и разместил видео в котором я написал честно по поводу того что это кликбейт написал осторожно ну и поинтересовался уверен ли ты что ты хочешь посмотреть данное видео и знаете в чем парадокс парадокс в том что данное видео по сравнению со всеми другими видео на канале собрала меньше всего просмотров и удельная скорость набора просмотров была самая низкая за последнее время какие выводы лично я с этого сделал мы вернемся к этому вопросу чуть позже хотелось бы для начала сказать к чему привело данное видео лично для меня многие спросили в чем смысл данного видео и некоторые даже попросили в следующем видео попытаться разъяснить что это было и зачем я это снимал кто-то насыпал огромное количество матом поливал меня грязью и данные сообщения удалял просто лишь потому что данное сообщение противоречит политике канала отсутствие нецензурной лексики как в самих видео так и в комментариях под ними но в том числе в чатах на стримах поэтому ребят не обижайтесь на все что с нецензурной лексикой изначально уходит в топку кто-то написал по поводу того что было бы неплохо чтобы в этом видео был красивый красочный бой на мастера и тогда возможно это видео было бы гораздо интереснее познавать ну и самое интересное то что за время того как видео находилась на просмотрах а она находилась там в течение суток за это время 32 зрителя приняли решение отписаться от моего канала и именно под этим видео нажимали на кнопку отписаться у каждого свой выбор у каждого свое отношение к тому что происходит к видео и как его в принципе воспринимать для чего же в принципе я это сделал я это сделал для того чтобы показать вам насколько сильно мы хотим чтобы нас обманывали и это проявляется в том что когда нам пишут изначально о том что сейчас будет кликбейт мы в принципе не хотим на это видео заходить у нас нет желания быть обманутыми прямого желания тогда когда нам прямо об этом говорят но когда делают красивое превью по которому ты в принципе абсолютно полностью понимая что это кликбейт из того что там нарисовано на превьюшке внутри видео ты не увидишь ты все равно ведешься на эти красивые кликбейтные постеры и заходишь на видос для того чтобы его посмотреть мы хотим чтобы нас обманывали мы хотим смотреть красивые бои мы хотим видеть то чего мы себе в большинстве своем позволить не можем когда мы смотрим обзор и в этом обзоре мы видим что на танке делают средний показатель допустим там в две тысячи урона на восьмом уровне или в две с половиной тысячи урона без знаков классности просто обычный стандартный бой и после этого мы посмотрим обзор от другого автора в котором автор возьмет мастера сделает три или четыре фрага при этом он нанесет 5000 урона я больше чем уверен что большинство из нас скажет что второй обзор он более хороший ребят но вы оцениваете не обзор вы оцениваете качество видео и качество показанной вам картинки мы хотим видеть красивую еду в видео про еду и нам неизвестно насколько это еда вкусная и сколько раз эту еду приготавливали перед тем как показать вам самый удачный и красивый дубль мы любим когда нас обманывают мы любим смотреть на красивых женщин не задумываясь о том что у них нарощенные ногти нарощенные волосы у них стоят линзы у них стоят пушапы у них специально короткие юбки и длинные каблуки но мы хотим это видеть девчонки хотят видеть успешных парней успешные парни которыми они пытаются казаться берут кредитные карты и они берут машины в кредит они водят в рестораны и потом расплачиваются со своими друзьями за деньги которые они одолжили и пытаются вернуть эти долги незаметно мы хотим чтобы нас обманывали мы хотим чтобы нам показывали красивую картинку мы хотим чтобы все что в нашем мире нам идеального не доступно было доступно нам хотя бы нашими глазами что делать с этим всем я не могу сказать по одной простой причине потому что я для себя принимаю те решения которые считаю правильным как каждый из нас как те 32 человека которые отписались от канала приняли решение что будет правильным и метод так поступить несмотря на то что изначально знали куда они заходят я задался вопросом почему эти зрители отписались они знали куда они заходят они знали по поводу того что скорее всего там ничего интересного не будет но при этом всем приняли решение все-таки покинуть канал неужели обида на правду она настолько сильна неужели нам гораздо легче воспринимать вранье как действительность вместо того чтобы воспринимать действительность как правду и не Не стоит обижаться тогда, когда вам правду показывают. И не стоит расстраиваться и кидаться камнями в тех, кто эту правду пытается вам показать. Я долго думал над тем, какие термины подобрать для описания той ситуации, которая сейчас происходит с нашей игрой. Я не нашел таких терминов. По одной простой причине, потому что кроме как с нецензурной лексикой, выражаться на эту тему крайне сложно. Мы все ведомы. Мы все ведомы общими понятиями, которые нам приписываются какими-то неизвестными людьми нам. И мы верим в то, что то, что происходит у них на канале, это правда жизни этой игры. Мы верим в том, что 55% статистики это нормально. Но давайте будем откровенны. Нажмите сейчас на лайк те, у кого статистика ниже 55%. А еще нажмите на лайк те, кто подписаны на каналы обзорщиков, которые на своих стримах, либо в своих обзорах называют ряд игроков 50% или 40% раками. И вы удивитесь тому факту, что вы есть этот 50% рак. И когда ютубер говорит о том, что они все какие-то ненормальные, он по сути говорит это нам. И при этом все, мы продолжаем быть подписанными на эти каналы. Я не говорю о том, что вы должны отписаться от этих каналов. Я ни в коем случае не говорю о том, что вы должны подписаться на мой канал. И в конце моего видео не будет стандартного постера, подпишись. Агитационного постера. И эти агитационные постеры есть в моих видео. И я часто говорю устно об этом. Но в данном видео я не дам возможности, как минимум, желающим написать в комментариях, что вся моя полемика, она посвящена тому, чтобы подписались именно на меня. Нет, друзья, смысл этого видео абсолютно в другом. Смысл этого видео, попытаться приоткрыть глаза на ситуацию, которая происходит. Я в свое время приобрел себе, по-моему, за 20 тысяч золота, Конаньяк Депанзер. Вот эту вот машину. Я купил ее в полном комплекте с краской, с вот этим вот дурацким симафором со смайликом, который на крыше красуется. И знаете, почему я это сделал? Потому что я посмотрел якобы обзор от именитого ютюбера, который на этой машине сделал несколько фрагов, выжил, накосил порядка 500 тысяч урона. И когда эта машина появилась на продаже, я подумал, блин, после такого обзора, да я тоже хочу себе этот аппарат. И знаете, в чем парадокс? Парадокс заключается в том, что я, играя на этой машине довольно-таки часто, до сих пор не могу дойти до этого результата. Я не могу показать те же самые результаты. О чем это говорит? Это говорит о том, что красивая картинка, которую мне показали, лично на моем примере она не оправдалась. И я сейчас понимаю, что скорее всего перед тем, как было заснято видео, в котором парень действительно очень красиво и классно отыграл, этому видео могли предшествовать 20, 30, 50 видео, в которых он проигрывал, в которых он выигрывал, но не с такими шикарными результатами. Он играл, скорее всего, несколько десятков боев до тех пор, пока не получил тот идеал, который он захотел показать. И огромное количество игроков, точно так же, как и я, повелись на это. Как я уже сказал, я не знаю, что вам с этим делать. Что делать мне с этим, я уже знаю, соответствующие решения я для себя уже давно принял. А вот как к этому всему отнесетесь вы? Какие выводы вы сделаете после просмотра вот этого видео? Я, честно говоря, не знаю. Но буду благодарен вам за ваши комментарии под видео, какими бы они ни были. Единственное, что не используйте нецензурную лексику и попытайтесь отнестись с пониманием к тому, что у каждого свое мировоззрение. И навешивать кому-то какие-то идеалы, которые не совпадают в основном с большим количеством игроков, я считаю немножко неправильным. Где-то приблизительно такую мысль я закладывал изначально, снимая первое видео. И надеюсь, что за второе я не буду заброшен камнями. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok